Приветствую всех любителей фигурного катания, в ближайшие минуты о главных событиях дня. В Польше продолжается этап юниорского гран-при. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарья Черезана с преимуществом выиграли ритм танец. Вторыми идут представители США, а замыкает тройку еще один дуэт из России Ольга Момченкова и Марк Волков. А вот в соревнованиях спортивных пар болельщиков ждали сюрпризы. Лидеры короткой программы Полина Костюкович и Алексей Брюханов в произвольной программе показали лишь четвертый результат и в итоге заняли третье место. Екатерина Петушкова и Евгений Маликов как и в короткой программе сегодня стали вторыми и в итоговом протоколе также расположились на этой позиции. А вот наш дуэт который вчера выглядел очень скромно, это я про пару Екатерины Чекмарева и Матвей Янченков в произвольной программе смотрелись просто прекрасно и выиграли с большим преимуществом и им этого преимущества хватило, чтобы опередить конкурентов. Общие итоги и результаты произвольной программы на ваших экранах. Американский дуэт, ставший третьим в короткой программе не смог удержаться в тройке и уступил пьедестал российским парам. Также завершились соревнования девушек. Елизавета Куликова без ошибок исполнила произвольную программу. Она прыгнула двойной аксель, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов, каскады тройной лутц-ойлер тройной сальхов, двойной аксель тройной тулуп и тройной риттбергер двойной тулуп. Как видите Куликова не исполняла элементы ультра-си. За прокат Лиза получила 123,34 балла. Ее результат 183,44. Софья Акатьева не без труда, но выполнила тройной аксель, затем последовал каскад четверной тулуп-тройной тулуп, спустя несколько секунд фигуристка прыгнула четверной сальхов. После этого последовали тройной риттбергер, а спустя еще несколько мгновений польскую публику Софья удивила каскадом четверной тулуп-ойлер тройной сальхов, после этого последовал каскад тройной флип-тройной тулуп, прыжковую часть завершил тройной лут. Оценка за произвольную программу составила 153,73 балла. Общий итог 225,64 балла. Уверенная победа и два первых места за российскими спортсменками. Елизавета Куликова опередила конкурентку на 0,03 балла. В продажу поступили билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию Ростелеком Кап. Турнир в этом году пройдет не в столице страны как обычно, а в столице Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи на ледовой арене Айсберг с 26 по 28 ноября. На лед выйдут двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпионы мира в парах Анастасии Мишиной и Александр Галямов, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и другие фигуристы. Стоимость билетов — от 1395 рублей до 10800 рублей. Как видим фигурное катание в настоящее время удовольствие не из дешевых. Литва отказалась предоставить гражданство страны американской фигуристке Элисон Рид для участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Рид выступает в танцах на льду в паре с литовцем Саулиусом Амбрулевичусом. На чемпионате мира 2021 года дуэт занял 15 место. Комиссия по гражданству при президенте страны не рекомендовала главе государства предоставить гражданство Литовской республике Элисон Рид, так как ее особых заслуг перед Литвой, что согласно закону необходимо для предоставления гражданства в порядке исключения, не установлено. В этот момент вспоминаются многочисленные переходы российских фигуристов в другие страны, причем особых заслуг в этих странах также не имевшие, а спортивный век короткий, поэтому фигуристку даже жаль. Перед тем как перейти к следующей новости призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. А если еще не подписаны на канал, то добро пожаловать. Большое вам спасибо. Евгений Плющенко показал, как работает с фигуристом Марком Лукиным. Видео опубликовано в инстаграме Академии Плющенко. В описании к видеозаписи говорится, работа над постановкой программы. Напомню о том, что фигурист перешел к Евгению Плющенко стало известно 29 сентября. По сообщению телеканала Матч ТВ после выступления на Кубке Москвы 24 и 25 сентября этого года, где Лукин занял четвертое место, сторона Марка не отвечала на звонки, в то время как тренерский штаб Тутберидзе пытался выйти на связь со спортсменом. Также телеканал сообщал, что Лукин перед переходом к Плющенко, приходил на просмотр в школу ЦСКА и в группу Виктории Буцаевой, но ему было отказано. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.